Добрый вечер! В эфире информационная программа события в студии Нина Спиридонова. Сегодня выпуски. Подведены итоги республиканского конкурса «Лучший экспортер 2019 года» в числе лидеров Речицкий метизный завод. В лесу заблудилась женщина. Происшествие закончилось благополучно. Любители тихой охоты призывают быть осторожными. Теперь на эти темы более подробно. Подведены итоги республиканского конкурса «Лучший экспортер 2019 года». Победителями стали 22 предприятия. Всего в финале их было более 160. В числе лидеров состязания Речицкий метизный завод. Открытое акционерное общество «Речицкий метизный завод» является одним из ведущих предприятий металлургической отрасли страны. Модернизация производства позволила предприятию выпускать продукцию высокого качества, которая хорошо известна на рынке и по достоинству оценена самыми взыскательными потребителями Беларуси, России и Западной Европы. Благодаря своевременной модернизации действующих производств и созданию дополнительных мощностей по производству метизной продукции предприятие показывает эффективную деятельность. Речицкие метизы востребованы и конкурируют по качественным и ценовым показателям. Отмечено на торжестве, посвященном Дню Металлурга. Мы разгрузили на предприятии новую печь химико-термической обработки. Она уже пятая на нашем предприятии, но при этом она будет самая большая. Следом необходимо после термообработки цинковать этот крепеж. Готовится проект и будем строить мы новую гальванику. Помимо того, что мы не просто будем строить гальванику, которая будет цинковать крепеж, мы устраняем тот недостаток, который на сегодняшний день мы имеем, мы производим шпильку метрическую, но цинкуем ее у других. Поэтому эта гальваника будет иметь возможность цинковать эту шпильку метровую, двухметровую. Все это уже предусмотрено. Это такие базовые, основные направления нашего развития, которые мы на сегодняшний момент осуществляем. И хочется отметить, что их, помимо этого, еще есть много различных направлений, которые сегодня работают. У предприятий есть и далеко идущие планы реализовывать, которые помогают сплощенный коллектив, в том числе и молодые специалисты. У нас, по крайней мере, есть будущее, потому что у нас есть наше молодое поколение, молодое. Наши молодые метизники, которые, знаете, очень прекрасно влились в наш трудовой коллектив. Они, наверное, знаете, связка вот эта молодость и опыт, наверное, помогают решать еще дополнительно целый ряд проблем. Мы подготовили участок по смешиванию химкомпонентов для подготовки реагентов для наших колебаний. Уже два дня назад мы сделали, опробовали наши новые реактора, они работают, и вот после праздника буквально мы запускаем этот участок. И вы знаете, у меня такая мысль иногда, и так вот разговаривая с нашими этими молодыми сотрудниками, понимая, что, наверное, мы в ближайшем будущем будем не только День Металлурга отмечать, а я так посмотрю, что в ближайшем будущем, может, мы еще на День Химика замахнемся. В настоящее время, когда конкуренция на рынках метизной продукции особенно острая, качество продукции наравне с ценой является важнейшей составляющей успеха. Начиная с 2006 года за достижение значительных результатов в области качества и конкурентноспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполнение работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента, открытое акционерное общество «Речицкий метизный завод» неоднократно признавалось победителем различных республиканских конкурсов. Премии правительства Республики Беларусь в области качества, премии Министерства промышленности Республики Беларусь, лучшие товары Республики Беларусь, лучший строительный продукт года. Нынешнее лето изобилует грибами и ягодами. Многие сельчани да и горожане устремляются в лес на их сбор. Но не все знают правила поведения в лесу и умеют ориентироваться. Ежегодно в лесах Речицкого района теряются люди. 13 июля около 23 часов спасателям поступила информация о том, что в лесу вблизи деревни Глинная Слобода Речицкого района потеряла женщина 1950 года рождения. В лес она ушла за грибами, заплутала и выбраться самостоятельно из леса не смогла. На поиски пенсионерки направились сотрудники РОВД, РОЧС, а также Василевичского лесхоза. До утра мы осуществляли поиск этой женщины. В три часа ночи у нее отключился телефон. Пока была с ней связь, мы могли найти хоть какие-то координаты, где она может находиться. Только работниками лесхоза в восемь утра она была обнаружена, выведена с леса, передана работникам скорой медицинской помощи. Состояние удовлетворительное. Почему потерялась? Пошла одна направление. В принципе, она знала, координаты какие-то знала, но в силу преклонного возраста, наверное, и слабого зрения не смогла вовремя вернуться. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, профессионалы призывают соблюдать определенные правила. Хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам, желающим посетить лес для сбора грибов, ягод. В обязательном порядке необходимо надевать яркую одежду, обязательно вы должны быть в сапогах, обязательно с собой необходимо взять запас воды, запас еды и заряженный мобильный телефон. Потому что только благодаря мобильному телефону можно вызвать спасателей, как сделала эта потерявшаяся женщина. Ну и вообще родственникам надо сообщить, куда вы идете, и одному в лес желательно не выходить. Спасатели напоминают, первое, что нужно сделать заблудившимся в лесу, успокоиться и сосредоточиться. Это поможет сконцентрировать внимание на звуках, вспомнить детали, которые встречались на пути. Не следует продолжать движение, если скоро наступит ночь. Необходимо обустроить место для отдыха, чтобы утром с новыми силами продолжить путь. Усвоив нехитрое правило поведения в лесу, есть надежда, что человек не попадет в сложную ситуацию, а если это и случится, то не растеряется и сможет выйти из нее невредимым. С вниманием к медицинским работникам и с благодарностью за непростой труд. В стране реализуются программы поддержки медиков, но есть здесь место и частному бизнесу. Белорусский застройщик предложил всем медицинским работникам выгоду в сумме до 20% при строительстве и приобретении жилья в новейшем жилом комплексе «Минск.Мир» в столице. Это отличная возможность переехать в столицу и обустроить свою жизнь в соответствии с современными стандартами. Как это работает в репортаже. Акция для медицинских работников началась 15 июля. Условия простые и понятные. Перечисляем. Скидка до 20% при покупке любой квартиры в многофункциональном комплексе «Минск.Мир». Воспользоваться этими условиями может каждый сотрудник системы здравоохранения. Потребуется условность, справка с места работы. Воспользоваться этой акцией могут все медики. Неважно, в какой точке Беларуси вы живете. Специальная программа – это наша благодарность людям в белых халатах. Мы знаем, что многим из них пришлось в разгар пандемии изолироваться не от работы и пациентов, а от собственных семей, чтобы не подвергать родных повышенному риску. Наша программа направлена на снижение стоимости квартир для медицинских работников вне зависимости от способов приобретения жилья. Будут ли это собственные средства, кредит или покупка в рассрочку, мы предоставим специальную скидку до 20% от стоимости квартиры в комплексе «Минск.Мир». Детально о жилье, которое предлагают. «Минск.Мир» строится по принципу города в городе. Это значит, что в районе будет все для комфортной жизни, в отличие от так называемых спальных районов. «Минск.Мир» претендует на звание нового центра города и, кстати, признан самым масштабным проектом в Европе. Здесь построят 7 современных школ и 12 детских садов, что решит очень важную социальную проблему. Рядом метро, строительство на завершающей стадии, через комплекс идет новая ветка. Здесь и новый городской парк, и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. И здесь новые рабочие места. Ведутся работы над довозведением Международного финансового центра. Да, он будет именно здесь, в центре комплекса. Построят также детскую и взрослую поликлиники, современный медцентр. Комплекс разбит на кварталы. Их связывают велодорожки. Внутри детские площадки, объекты сервиса, рестораны, кафе, магазины, автомобили за пределами кварталов. Паркинги, как этот, решат проблему машин во дворах. Строится комплекс быстрее плана, который предусматривает сдачу всех объектов в 2027 году. Например, квартал «Эмиратс Люкс» сдали раньше на полгода, а к концу нынешнего года будет сдано более 20 домов в 4 кварталах. Дома не унылые панельки, а монолитно-каркасные. Это современные требования комфорта. Свободная планировка, панорамное остекление, лобби вместо подъездов, скоростные бесшумные лифты, а в некоторых домах еще и панорамные. Сами квартиры на любой вкус. От небольших студий, от 28 квадратов, до просторных апартаментов в 85. Такие есть в новых домах, где только стартовали продажи. Санкт-Петербург, Флоренция и Копенгаген. Их сдадут уже через год. А на старте продаж самые выгодные цены за квадрат. Акции не все, и они суммируются. Сейчас в комплексе «Минск.Мир» и большая летняя акция для всех. Это приятные цены до конца августа на определенные квартиры. Квартир много и рассрочка на срок до 10 лет. В том числе и без первого взноса, но только до конца лета. А в квартале «Северная Америка» еще и скидка 10%. Завершается эта акция в последний день июля. Кому-то интереснее в кредит. Беларусьбанк. Ставка по кредиту в первый год менее 4%. Второй, третий – 9. На 20 лет Белорусский народный банк при оплате половины стоимости жилья предлагает 0,01% на первый год. Напомним, все акции имеют свойство заканчиваться, и вашу квартиру в это время может купить кто-то другой. Зачем ждать и гадать? Надо покупать. Быть подписчиком провайдера интернета и телевидения Амиго в соцсетях не только интересно, но и выгодно. Амиго радует своих подписчиков интересной информацией и проведением различных конкурсов с вручением призов. Тем, кто ранее откликнулся на предложение Амиго поучаствовать в конкурсе, уже вручены компьютерные аксессуары и месячный запас мороженого. Завтра Амиго запускает новый проект. Условия по-прежнему просты, а приз желанным будет, пожалуй, для многих. Привет, друзья! Что еще нужно, когда у вас есть свободная минута дома и воскроскоростной интернет от Амиго? Конечно, сладости! Ну а если вы хотите получить целый ящик сладостей от Амиго, вам надо выполнить несколько простых условий. Подписаться на нашу группу, сделать репост этой записи и оставить комментарий «Хочу выиграть». Итоги мы подведем 27 июля. Всем удачи! На этом наш выпуск завершен. Далее вас ждут метеоновости. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok